Чтобы дать вот этот удивительный плод, оно должно умереть. Многим из нас, всего главное, должно умереть для себя, чтобы наши близкие могли вкушать плоды любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости. И, возможно, кому-то из нас сегодня необходимо дать возможность пустить эти плоды тем, кто рядом с нами. Это наше благовестие, друзья. А кто-то сказал, что благовествуйте Евангелие, если необходимо, пользуйтесь словами. Второе, что я хотел отметить в этом плане, что в вечности человек также будет пожинать плоды дел своих. Сегодня брат немножко об этом говорил. Апостол Иоанн пишет, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут творившие добро воскресения жизни и делавшего Бога воскресения осуждения. Хочем мы с вами или нет, верим мы с вами в это или нет, но каждый наш поступок, без исключения, имеет вечное значение. Имеет вечное значение. В нашей жизни мы с вами можем испытать сияние и жертву. Ну и о вечности Господь председает нам через свое слово, которое мы с вами сказали, что это сильное слово, и оно исполняется. Мы представляем.